МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напряженно в эти дни работает предприятие Барановича Ремстрой, привести в порядок городские дороги после зимы, задачу которую сейчас решают работники предприятия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне церемония прощания со знаменем прошла на базе 8-й радиотехнической бригады. С боевым знаменем бригады простился ее командир, полковник Олег Васильевич Малько. Время действовать! В Барановичском государственном университете прошел открытый региональный фестиваль здорового образа жизни. Участие в мероприятии приняли около 700 человек. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Напряженно в эти дни работает предприятие «Барановичи Ремстрой». Привести в порядок городские дороги после зимы – задача, которую сейчас решают работники предприятия. Подробнее в первом материале выпуска. Установку ремонта дорог Тайфун на этой неделе можно было встретить в разных районах города. Такие работы ведутся для ликвидации ям на дорогах города, которые образовались зимой. На 12 апреля выполнило 1100 метров квадратных ямочного ремонта и 52 километра ремонтного профилирования проезжей части улиц города. Предприятие «Барановичи Ремстрой» планово приступило к реализации тех поставленных задач, которые были выявлены в ходе обследования уличной дорожной сети города, комиссии по безопасности дорожного движения. Планы на 2018 год очень большие, поэтому, как только позволили погодные условия. В работу вышла установка Тайфун нашего предприятия. Она работает на световой рабочий день. Максимально стараемся закрыть те мелкие дефекты ямочного ремонта, которые сейчас в весенний период, они очень сильно обострили ту ситуацию, которая есть. Также выполняется и критичный ямочный ремонт, который есть на уличной дорожной сети. Ну, практически работа предприятием ведется всех участков световой рабочий день, поэтому максимальные сроки попытаемся эти работы подвести к какому-то логическому завершению. Надо отметить, что в Барановичах немало делается для улучшения инфраструктуры. С наступлением тепла работы по благоустройству города находятся в активной фазе. Работы по асфальтированию пешеходной дорожки и обустройству приподнятого пешеходного перехода выполнены на улице Промышленной. Это сделано в рамках выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на улицах нашего города. По предписанию комиссии по безопасности дорожного движения также выполняются работы по искусственным неровностям. Уже выполнены работы на улице Целковского, США номер 17. Был удален ГН1, это искусственная неровность. Сейчас сделаны искусственные неровности ЕН-2, подвышенный пешеходный переход, установлены знаки. В ближайшее время, даже сегодня, будет нанесена дорожная разметка на этих знаках. Также на улице Промышленной уже выполнены работы. Практически за неделю сделано очень много, поэтому как только позволило, мы работаем. Тоже были сделаны пешеходные связи. Они начинались у нас с прошлого года. Значит, завершены, уложен асфальт пешеходных связей. И сделана искусственная неровность на этом участке, это связь между двух автобусных остановок. Это тоже обращение граждан. Ну, то, что необходимо для безопасности наших горожан. Сейчас активно идут работы по благоустройству тротуара по четной стороне улицы Тельмана. На участке от торгового центра Радужной до улицы Целковского. Протяженность этого тротуара 380 метров. Тротуары выполняются из мелкоштучной плитки. Тоже до конца апреля мы постараемся их завершить. Ну, я думаю, что людям, нашим горожанам это будет большим подспорьем, потому что это связь Белмаркета с пятым элементом. Там очень много гуляет и людей наших, и наших горожан, наших мам с колясками. Сами видим, какая проблема у них была в весенний период, когда они не могли пройти даже там. Поэтому в комплексе. В текущем году планируется выполнить ремонт и благоустройство более 10 тысяч метров квадратных тротуаров. 30 тысяч метров квадратных ямочного ремонтно-уличной дорожной сети. Почти 30 тысяч сплошного асфальтирования таких улиц, как Минская, Мицкевича, Фабричная, Озерная. Это улица Минская у нас, участок дороги от проспекта Советского до путепровода. Это очень аварийный участок дороги. Будет заменено асфальтобетонное покрытие с устройством пешеходного перехода для безопасности наших пешеходов. Это одно из немаловажных мероприятий, потому что там ситуация очень такая несерьезная. Поэтому это в ближайшее время будет выполнять все работы. Также асфальтобетонное покрытие сплошное будет выполнено на участке улицы Фабричной, от улицы Кирова до улицы Космонавтов. И два кармана автобусных остановок в этом районе будут выполнены. Планируется выполнение замены асфальтобетонного покрытия по улице Мицкевича на участке от улицы Куйбышева до Советской. Это тоже участок, который на сегодняшний день уже составлены дефектные акты. Они подтверждены на выполнение, поэтому эта работа совместно с тротуарами и самой проезжей частью тоже на этот год она запланирована. В течение двух лет, наверное, была не завершена работа по улице Озерной от улицы Кирова до улицы Клубной. Тоже в планах оно подтверждено, поэтому вот эти работы со сплошным асфальтированием на этот год. Дорожный вопрос требует грамотных решений, ведь улицы – это главная жизненная артерия любого города. Они позволяют ему функционировать как полноценному организму. Завершить ямочный ремонт дорожной сети в Барановичах планируется к 15 мая. Уважаемые телезрители, прямые телефонные линии пройдут в Беларуси 14 апреля с 9 до 12 часов. На связь с жителем региона выйдет заместитель председателя Брестского облсполкома Олег Величко. Волнующие вопросы можно задать по телефону в Бресте 80-162-21-31-21. В Барановичах предложение замечания горожан с 9 до 12 часов выслушает заместитель председателя госполкома Дмитрий Тихно. По номеру 42-49-74. Накануне церемония прощания со знаменем прошла на базе 8-й радиотехнической бригады. С боевым знаменем бригады простился ее командир полковник Олег Малько. За время командования бригада достигла высоких показателей, что неоднократно подтверждалось на различных учениях и тренировках. За безупречную службу и образцовое выполнение служебных обязанностей Олег Васильевич был представлен к награждению медалью за безупречную службу. Церемония прощания со знаменем – одна из важных и давних офицерских традиций. Накануне Олег Васильевич Малько командир 8-й радиотехнической бригады простился с боевым знаменем. Личный состав выстроен на плацу. Под звуки марша входит знаменная группа. Полковник, преклонив колено перед знаменем, звенящий в тишине, прощается со службой и личным составом. Это всегда торжественная и в то же время грустная минута. Я абсолютно уверен, что 8-я бригада, она в этом году, в 2017-м, стала лучшей. В 2018-м она подтвердит это высокое звание. Несмотря на все те передряги, которые случаются, коллектив очень огромный. Но хочу заметить, что он сплочен, сплочен нормальной, хорошей, доброй идеей, идеей служения Родине своему народу. Я абсолютно уверен, что 8-я бригада и дальше будет нести это с гордостью, высокое звание лучшего соединения, одного из лучших соединений вооруженных силы Республики Голововича. Спасибо за службу, честь имею. Олег Васильевич за время службы прошел желанный путь каждым офицерам, от капитана до командира, получил классную квалификацию мастер. Зарекомендовал себя ответственным и требовательным как к себе, так и к своим подчиненным начальникам. Вплоть до дня прощания со знаменем, нес боевое дежурство. Вспоминая годы совместной службы, сегодня коллеги благодарят за опыт и знания. С Олегом Васильевичем мы знакомы давно, еще с курсантских времен, с 1986 года, когда поступали в училище вместе. Он был курсантом второго курса, я курсантом первого курса. И познакомились с ним на спортивной стезе, играли в баскетбол. И с тех пор меня жизнь всегда сталкивает, сопровождает и меня, и его вместе. Хочу пожелать ему в этот день достичь гражданской жизни всех тех высот, которые он достиг в военной службе, крепкого здоровья. Всегда, чтобы у него была удача на его пути и всего самого наилучшего. Ряды бригады ежегодно пополняются новым поколением отличных офицеров, которые с честью и достоинством выполняют свой служебный долг, равняясь при этом на своих старших коллег. За время нахождения в должности командира бригады полковник Малько Олег Васильевич стал для нас настоящим примером, примером офицера, примером человека. Не было такого случая, чтобы кто-то из военнослужащих подошел к командиру, и он не решил его проблему, не помог или отказал. Всегда командир был на нашей стороне во всех ситуациях. Не обошлось в этот день без подарков. Олегу Васильевичу был вручен образ Святой Троицы. Пусть Господь Бог благословит вас за ваше усердие, за ваши труды, и путь Господь благословит воинство наше, чтобы Господь был среди наше воинство. Потому что где Бог, там правда, а где правда, там победа. Храни вас Господь. В последний раз на этом посту Олег Васильевич Малько принял торжественный марш личного состава под всем известным славян. Время действовать. Под таким девизом в Барановичском государственном университете прошел открытый региональный фестиваль здорового образа жизни. Участие в мероприятии приняли около 700 человек. Цель форума – популяризировать здоровый образ жизни, выработать новые подходы к формированию молодежи потребностей в ЗОЖ. Организаторами открытого регионального фестиваля здорового образа жизни выступили Барановичский университет и Главное управление идеологической работы культуры и по делам молодежи Брестского область полкома. Участниками фестиваля стали сотни человек. Студенты учащиеся, представители педагогической, научно-медицинской общественности из Барановичей, Ивацевичей, Ляховичей и Березы. Это жители Брестского региона различных возрастов, которые собрались вместе, чтобы сказать, как это здорово – вести здоровый образ жизни. На самом деле этот фестиваль является для нас такой отправной точкой по старту здорового образа жизни среди молодежи. Данный фестиваль сегодня принимает большое количество людей, молодежи. Скажем так, что он является не только еще и спортивным, но и профессиональным, потому что школьники, либо студенты среднеспециальных учреждений могут ознакомиться с базой Барановского университета. Здесь проводится очень много мероприятий, проводится еще методологическая площадка, на которой можно послушать и проблематику здорового образа жизни, и пути решения популяризации здорового образа жизни среди молодежи. В программе форума открыты региональные первенства по армрестлингу, плаванию, стритболу, турниры по дарцу и настольному теннису, мастер-классы от ведущих спортсменов, волейбольный марафон, спортивная лотерея, акции квесты. Бойцам молодежных отрядов охраны правопорядка предстояло преодолеть тропу выживания. Фестиваль проходил два дня. Фестиваль этот проходит в этом году впервые, который проходит два дня, 12 и 13. В пятницу будет проведена акция «Спортландия. Профсоюз семья здоровья», где будут принимать участие представители самых крупных организаций и предприятий города Барановича. Кроме того, в рамках научно-методической площадки заслуженные спортивные медицинские работники, практикующие педагоги и тренеры представили результаты научных исследований, обменялись опытом по улучшению, профессиональной подготовке учащихся через приобщение к здоровому образу жизни. Очень отрадно наблюдать то, что молодежи это нравится, она приходит сама, потому что вот даже здесь за моей спиной проходит соревнование уже по стритболу. Это ребята, они профессиональные спортсмены, но они просто любят заниматься спортом, свободное от учебы или работы время и здоровым сейчас на Брещене быть модно. И это не просто слова или лозунг, а на самом деле это так и есть, потому что молодежь у нас уже очень много ездит на велосипедах, занимается беговыми видами спорта, любит плавание, посещает бассейны. И это отрадно, значит мы работаем не зря и значит за молодежью будущее. Фестивальное движение в Барановичском государственном университете продолжится и в мае. Вуз примет международный молодежный форум «Я говорю да» – мирному небу, здоровому образу жизни, Содружеству культур. Предполагается, что в нем примут участие свыше 200 представителей разных вузов страны. В Барановичах проходит весенний месячник по благоустройству. В рамках него специалистами Зонального центра гигиены и эпидемиологии проводится работа по выявлению территорий, где чаще всего образуются несанкционированные свалки мусора. Наиболее проблемные на сегодня места – окраины города, пустующие площадки и индивидуальные застройки. За истекший период надзорными мероприятиями охвачено 274 объекта. Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены на 148. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.